Добрый вечер! Мы продолжаем обсуждение греческого языка Нового Завета. Наш сегодняшний урок является первым в серии уроков, посвященных греческим причастиям. Он соответствует 26 и 27 главам в учебнике Маус. 26 глава является вводной. Она просто рассказывает, во-первых, о соответствующих русских конструкциях, во-вторых, дойдет краткий обзор особенностей образования и употребления греческого причастия, но материал, содержащийся в этой главе, не предназначен для кого-то там специального заучивания, и поэтому мы подробно не будем останавливаться и тратить отдельный урок, отдельную неделю на эту главу, и сразу перейдем к 27 главе, которая содержит такой материал, требующий изучения. Но все-таки некоторые вводные слова о причастиях мы с вами сказать должны, И первое, что необходимо отметить, это важнейший факт, касающийся греческих причастий, это то, что употребление греческих причастий соответствует употреблению двух разных отглагольных форм в русском языке, а именно русских причастий, а также русских причастий. То есть диапазон употребления греческого причастия настолько широк, что он охватывает и все значения, типичные для русского причастия, и все значения, типичные для русского депричастия. Поэтому каждый раз, столкнувшись с греческим причастием, помимо всего прочего, мы должны выбрать причастием или депричастием, это причастие переводить на русский язык, ну или, если чуть формальнее, чуть точнее сказать, определительное или обстоятельственное употребление причастия нам встретилось в данном случае. Ну, прежде чем мы, собственно, перейдем к греческому причастию, поговорим вот об этих двух употреблениях и других его особенностях, давайте несколько слов скажем про русские формы глагола. В русском языке есть личные формы глагола, то есть те, которые изменяются по лицам. Я говорил первое лицо, ты говоришь второе лицо, он говорит третье лицо. И есть неличные формы глагола, то есть такие формы, которые не имеют лица. Это причастие, это депричастие, и неопределенная форма глагола или инфинитив, которую мы с вами будем изучать попозже. Причастие обладают некоторыми глагольными характеристиками, они образуются от глагола, но при этом причастие обладают и некоторыми именными характеристиками. Причастие, это, упрощенно говоря, образованное от глаголов прилагательное. Собственно, причастие в русском языке отвечает на вопросы прилагательного, какое, какая, какое, какие, Поэтому говорящий, говорящая, говорящие – это причастие от глагола говорить. Ну и дальше мы можем изменить говорящие, множественное число, мы можем изменять падежам, говорящий, говорящего, говорящему, говорящего, говорящим, оговорящим и так далее. То есть причастие может изменяться по родам, числам и падежам, как и любое русское прилагательное, и оно обладает вот таким набором именных характеристик, то есть род, падеж и число. При этом причастие прежде всего предназначено для того, чтобы быть определением какому-то слову. Человек какой? Говорящий. Причастие согласуется с определяемым словом точно так же, как с определяемым словом согласуется прилагательное. Человек говорящий, люди говорящие, женщина говорящая и так далее. То есть в зависимости от того, как меняется род, падеж или число главного слова, соответствующим образом меняется род, падеж и число прилагательного, которое это главное причастие, которое это главное слово определяет. Более того, как и прилагательное, причастие может фактически собой заменить главное слово, то есть вместо «говорящий человек», я могу просто сказать «говорящий», хотя это может быть не очень естественно звучит, но возьмем, например, причастие «верующий». Оно чрезвычайно часто просто употребляется само по себе вместо главного слова, ну или как она говорит, субстантивируется. Я увидел верующего, верующий рассказал мне историю, верующих много и так далее. То есть причастие просто употребляется вместо главного слова, а как прилагательное может употребляться тоже вместо существительного. Так что причастие обладает характеристиками прилагательного, может служить определением, может субстантивироваться и употребляться вместо существительного, изменяется по родам, числам и падежам, согласуется с определяемым словом. При этом причастие в русском языке сохраняет и некоторые черты глагола, а именно русское причастие меняется по временам, говорящий в настоящее время, говоривший в прошедшее время. Причастие может изменяться по залогам. Причастие может быть действительного залога, например, делающий, и причастие может быть страдательного залога, делаемый, или делавший, сделанный. Так что у причастия есть и глагольные черты тоже. Как видите, очень богатая часть речи, очень с активным словоизменением, ну и, соответственно, с очень широким использованием. Вторая русская форма, которая для нас важна в связи с изучением причастий греческих, это русская идея причастия. Что касается идеи причастия, оно гораздо меньше изменяемая форма глагола, чем причастие. Собственно, идея причастия – это такое некое отглагольное наречие, которое отвечает на вопрос, что делая, что делал, что сделав. И не меняется ни по родам, ни по числам, ни по падежам, просто меняется по временам, делая, делав, читая, читав, по залогам, читая, делая, будучи делаем. Да, вот у нас, может быть, нет какой-то специальной формы, и нам нужно добавлять специальное вспомогательное слово «будучи», но, тем не менее, вот мы можем выразить вот эту вот идею страдательности. Причастие давало определение какому-то слову, там, обычно существительному, где и причастие характеризует действие глагола. Ну, например, читая книгу, я уснул. Главный глагол в предложении я уснул, а некое сопутствующее действие, происходящее параллельно с действием главного глагола, это читая книгу. И вот если нужно указать какое-то сопутствующее действие, как это связано с действием главного глагола, в русском языке для этого активно и, естественно, употребляется идея причастия. Еще раз скажу, в греческом языке, и для того, чтобы дать определение, и для того, чтобы в каких-то случаях заменить собой существительное, используется причастие, и для того, чтобы указать действие, сопутствующее действие главного глагола, тоже употребляется причастие. Нам иногда может показаться странно, вот мы в русском языке видим, где и причастие, оно кажется довольно отличающимся от причастия, но давайте подумаем о такой конструкции. Я говорю, вот, я, читая книгу, уснул. Но я же могу сказать и следующим образом, я, читающий книгу, уснул. Понятно, что это звучит немного коряво, ибо предложение «я, читая книгу, уснул» более естественное с точки зрения русского языка, тем не менее «я, читающий книгу, уснул» достаточно нормально передает мысль. Так что, видите, если мы в предложение вставляем причастие, которое согласуется с подлежащим предложением, ну, то есть стоит в именительном падеже, или стоит в том же самом там роде и числе, что и подлежащее предложение, то оно довольно неплохо описывает вот это сопутствующее действие. Ну, если не я, оно нужен в какой-то другой род, например, «женщина, читающая книгу, уснула». Это то, что «женщина, читая книгу, уснула», может быть, чуть-чуть иное значение, но, в общем-то, картина передается и с помощью причастия довольно неплохо. Вот поэтому греческий язык и обходится только одной формой. Он использует причастия, когда нужно дать определение, и он использует причастия, которые согласуются с подлежащим предложением по роду, числу и по дежу, ну, конечно, для именительной падеж. И вот такие вот причастия, соглашующиеся с подлежащим предложением, зачастую и играют обстоятельственное значение, то есть соответствуют русским дейпричастиям. Так что причастие, согласующееся с подлежащим, называется обстоятельственным причастием в греческом языке и переводится дейпричастием, а в остальных всех случаях переводится причастием. Ну, на самом деле, еще упустил один нюанс. Все-таки в греческом языке обстоятельственное причастие никогда не имеет артикля. Теоретически, по-гречески, можно дать точный аналог фразы, там, человек, читающий книгу, уснул, поставив перед причастием артикль, и артикль будет указывать на то, что читающий – это определение к слову человек, что это определительное употребление причастия. Но если мы не поставим артикль, а просто поставим причастие без артикля, то это как раз и является способом выразить обстоятельственную идею, соответствующую русскому идее причастия. Так что, когда мы будем иметь дело с греческими причастиями, обращайте внимание на это. Есть ли у причастия артикль, и согласуется ли оно с подлежащим предложением, если артикля нет, а согласование есть, переводите его дейпричастием, толкуете его как описывающее действие, как-то сопутствующее действие главного прогола. Если же артикль есть, или если оно согласуется не с подлежащим, а с каким-то другим словом в предложении, переводите его причастием и толкуете его как определительное. Ну, или оно может не согласовываться с каким-то словом в предложении, просто заменять собой существительное, как обычно бывает, например, со словом верующим. Ну, и давайте вот, собственно, с причастием верующие, мы с вами глянем несколько примеров из Нового Завета, чтобы увидеть, как оно все работает. Сначала, как раз такое определительное причастие, например, из книги «Деяний», вторая глава, 44 стих, речь идет о Дне Пятидесятницы, и вот, когда уже все события этого дня произошли, и подводится итог жизни вновь образованной церкви, то в 44 стихе описано это так. «Пантес де, хой пистеллантес, эсен эпиту аута кай эхон хапанта куэйна». Все же, и вот теперь причастие пистеллантес, ну, форму причастия, конечно, с вами обсудим попозже, но просто мы вот сейчас вот так знакомимся с самим явлением. Пистеллантес – это причастие именительного падежа множественного числа мужского рода от глагола пистелл. Все же верующие, какие верующие, а это причастие настоящего времени, действительно залога, были эпиту аута, можно перевести как вместе. Помните, аута с артиклем имеет значение тот же самый эпиту аута, там на том же самом, при том же самом, ну, вот это при том же самом, при том же самом, наверное, просто так можно литературально перевести как вместе. Все же верующие были вместе и имели все общее. И вот хой пистеллантес, причастие с артиклем, мы переводим на русские причастия, такое причастие называем определительным. А, давайте еще один пример определительного причастия. Из Евангелия от Анна, 6 глава, 64 стих. Помните, там Иисус говорит о вкушении Ему плоти и крови, и многих людей смущает эта речь, и многие последовавшие за Ним уходят. Вот ученики апостола остаются за Иисусом, как имеющим глаголы вечной жизни, но и среди оставшихся не все в порядке. И давайте мы просто глянем в 64 стих, вторая половина стиха. Ибо знал от начала Иисус, кто является неверующим, ну или кто являются неверующими, множественное число, и кто есть, ну кто предаст его. Особенность второй части сейчас не будем рассматривать. Нас интересует вот это вот причастие. Хой, мэ, пистелон, тэс. С причастием употребляется отрицательная частица мэ, с личными глаголами изъявительного наклонения употребляется частица у, но за пределами изъявительного наклонения и с неличными формами глагола в греческом языке употребляется частица мэ. Вот она здесь мэ, отрицательная частица, видите, она же между причастием и артиклем вклинилась, но все равно причастие есть и артикль. Хой, мэ, пистелон, тэс. Неверующие. Какие неверующие? Тоже определительное причастие. Давайте теперь глянем пример обстоятельственного употребления того же самого причастия. Иван Гритана, 20-я глава, конец главы, некий вот итог всего, 31-й стих. Это же написано, помните, про предыдущий урок, «Перфект страдательного залога» от грагога «геграптай». Это же написано, чтобы вы уверовали, что Иисус есть Христос, Сын Божий, и чтобы пистелон тэс. В данном случае причастие без артикля. Ну, уже знакомый нам форма, без артикля. Во множественном числе, что согласуется с подлежащим предложением вы, которая тоже во множественном числе, и вполне может быть переведено дейпричастием. И чтобы, веруя, жизнь имели во имя его. Смотрите, форма очень похожа, без артикля, согласующаясь с подлежащим. А вторая важная черта, и переводится дейпричастием. «Веруя, жизнь имели во имя его». Ну, и давайте еще один пример из Евангелия от Матфея, 21 глава, 22 стих. «Кай панта хоса ан айтезэте энте пос элхэ пистелон тэс лумсэсте». И все, что бы вы не попросили, сколько бы вы не попросили, хоса подчеркивает многочисленность, и все, что бы вы не попросили, в молитве, «пистелон тэс, веруя», вы умсэстэ получите. «Веруя», опять же, согласуется с подлежащим, множественное число, не имеет артикля, и, естественно, переводится на русский язык, «дейпричастием». С чего бы вы не попросили, «веруя» получите. Ну, здесь вот мы много раз говорили, «причастие имеет обстоятельственный оттенок». Обстоятельственного значения широкий спектр, мы об этом сегодня еще попозже и поговорим. И здесь обстоятельственный оттенок, это оттенок некого условия. «Если верите, то получите». Ну, и чтобы, ну, как-то более естественно передать вот этот вот узнаваемый оттенок условия, переводчики не всегда, когда вы «причастием» и «причастием» переводят. Например, в «синодальном» переводе, если чего вы не попросили в молитве, «с верою» получите. Ну, вот это перевели даже вообще в существительном. Ну, так можно, но если вы сохраните перевод «дейпричастием», по крайней мере, на уровне учебных переводов, это вполне нормально, это всегда помогает распознать, о чем, собственно, идет речь. Итак, что нам нужно знать о «причастиях» и в греческом языке? Первый важнейший факт. «Причастий» есть два широких класса употребления. Один называется «определительным», другой называется «обстоятельственным». Один соответствует русским «причастиям», другой русским «типричастиям». «Определительные причастия» либо служат определениями какого-то слова, либо субсантивируются, то есть употребляются вместо существительных, ну, и там играют соответствующие для существительных олиппредложения. Обстоятельственные причастия описывают некое действие, связанное с действием главного глагола. Переводятся идеи причастиями, согласуются по роду числу падежу с подлежащим предложениям и не имеют партикля. Вот это такая общая картина того, как употребляются греческие причастия. Некоторые нюансы употребления мы с вами посмотрим, но если вот это вот вы будете такое большое разграничение держать в голове, то с переводом большей части причастий вы справитесь. Единственное, что еще нужно добавить, а вот как в качестве вводного материала, касающегося причастия, это то, что причастия, ну, обладая глагольными характеристиками, в частности, обладают временем. Так вот, время в причастиях это не то же самое, что время в глаголах. А время в глаголах, это было такое, в греческих глаголах, я напоминаю, это было такое сочетание, помните, времени и вида. То есть, было настоящее время, ну, события в настоящем, никакая продолженность. Было имперфект, события в прошлом и продолженность. Был аорис, события в прошлом и просто факт без описания того, как это протекало. Был перфект, это что-то завершено в прошлом и с последствиями в настоящем. То есть, вот, греческая система времен такая вот была достаточно сложная. Причастия образуются от временных основ в греческом языке. И в греческом языке традиционно говорят о причастиях настоящего времени, причастиях аориста и причастиях перфекта. Потому что вот этих трех основ, настоящего времени аориста и перфекта, образуются причастия. Но! Причастие выражают только вид. Есть причастие настоящего времени. Они описывают продолженный вид. То есть, событие либо длится, либо совершается многократно, либо происходит попытка что-то сделать, ну и так далее. То есть, вот эта продолженность, она описывается причастием настоящего времени. Само действие может быть в прошлом, в настоящем и в будущем. Когда именно происходит действие, определяется контекстом, то, что причастие настоящего времени к хронологическому времени никакого отношения не имеет. Причастие настоящего времени – это просто продолженное действие, когда бы оно ни происходило. Ну, давайте даже посмотрим в русском языке. Возьмем, где причастие настоящего времени. Читаем. Человек, читая книгу, уснул. Человек, читая книгу, засыпает. Человек, читая книгу, уснет. Когда происходит чтение книги. Человек, читая книгу, уснул в прошлом. Человек, читая книгу, засыпает в настоящем. Человек, читая книгу, уснет в будущем. Читая, читая, читая. То есть, время и причастие не поменялось. При этом события происходят в разных временах. Вот для греческого это еще более характерно. Контекст показывает, когда происходит событие. А форма причастия указывает только характер протекания действий. А также причастие орест. Оно вызывает почему-то еще большие трудности. Многие студенты пытаются, столкнувшись с причастием в оресте, увидеть какой-то оттенок прошедшего времени в этом употреблении. Нет. А орестное причастие не говорит ничего о том, когда случилось действие. Оно просто описывает действие как факт. Будь этот факт, случившийся в прошлом, в настоящем и в будущем, все равно человек, прочитав книгу, уснул. Человек, прочитав книгу, засыпает. Человек, прочитав книгу, уснет. Ну, так вот, читал, засыпается. Какое-то предшествование чувствуется. Но, опять же, предшествование, оно из видовой особенности скорее вылилось. Вот, ну, я просто русский пример пытался переводить. В русском нет точно неопределенного вида. Есть что-то, ну, пусть совершенно видимо воспользовались. Да, но все равно, опять же, как видите, точной привязки к времени нет. Ну, да, какое-то предшествование, может быть, есть. Но и русское, прочитав, человек, прочитав книгу, уснет, все равно подразумевает, что, может быть, когда в будущем он прочитает, и в будущем он уснет. Такая вот усыпляющая книга. Итак, причастие настоящего и неподолженности, причастие Ореста, факт действия, и опять, когда это действие было, выясняем по каналам тексту, но причастие перфекта, может быть, больше всего похоже на личные глаголы, потому что подчеркивает некую завершенность и результативность. В зависимости от лексики и контекста, больше рецент может падать на завершенности действия, либо на состоянии, вот, проистекающем из действия. Ну, тут уже особенности по вот этому завершенно-результативное значение у перфекта все-таки есть. Но мы по порядку будем обсуждать. Наш сегодняшний урок посвящен исключительно обстоятельственным причастиям настоящего времени. Обстоятельственное причастие Ореста на следующем уроке, потом через звукоопределительное причастие, потом еще перфект, так что еще долго-долго нам причастиями заниматься. А пока наша задача иметь дело с одним из вариантов, с обстоятельственными причастиями, то есть причастиями, переводимыми идеей причастиями, не имеющими артики, согласующимися с подлежащими, вот имеющими как обстоятельственное значение, прежде всего, настоящего времени, то есть описывающими действия как процесс, подчеркивающими некую протяженность, многократность, процессуальность и так далее в действии. Вот именно такие причастия мы будем изучать с вами в рамках 27-го урока в учебнике Мауса. Все остальное потом.